Ну, приятно. Рыба уже нормальная. Размер 4 примерно. Домой. До новых встреч. Мы традиционно закрывали сезон на Чебоксарском хранилище. Сразу могу сказать честно, что такого закрытия не было, нет и больше не надо. У нас за два дня мы умудрились поймать аж 7 хвостов. Именно вот поймать. И это примерно всего лишь 10-15% от того количества поклевок, которые мы за эти два дня поимели. Берет она на крупные приманки. Ты вон правон по меня тяпнула. Она не крупная. Ну, в общем, да. На данный момент. Как так нужен? А с чем я вообще? Понятно. Двушки, наверное, нет. Это вот, ну, двушки-то есть. Двушки и... После... Да нет, даже двушки нет. После 12-ти холостых поклёк... 13-е, наконец-то, рыб. Первая. Да. Два дня. Саря. Да я за него. Мы сделали это. Ничего не говори. Проблема в том, что щука максимально пассивна. Щука не поднимается вверх. Она стоит у дна. Взять ее нормально может только джидом. Честно, пробовали бигбейты, воблеры. Не, не работает. Единственный вариант ее поймать, это кинуть под нос. Судак рассосан с глубин 3 метров до 14. Ищите где хотите. Мы нашли, правда, немножко. Самое страшное, что из-за пассивности, в первую очередь, щуки, потому что цель у нас была поймать нормальную крупную щуку, мы имели очень большое количество поклевок. Причем эти поклевки были мощные, сильные. Разрезанная резина, оторванные куски поролона, свиные хвостики на поводке. Не садится вообще никак. Вот такая рыбалка. Это вот за сегодня третья поклевка ни одной рыбы. Причем как надо было ударить, чтобы порвать резину и при этом не сесть. Крючок-то вот он вышел. Ну, чуть-чуть зубов на голове, совсем чуть-чуть. Куда она? Да ладно. Вот, порезала, глубоко ударила. Результат, конечно, там, условно, там, около нулевой, если смотреть по... По нашим меркам. Да, по нашим меркам. Вот. Но сами все поклевки интересные. На каждом месте то, что мы рассчитывали, мы, в принципе, получили. Только результативность, ну, вот, реализация этих поклевок была очень плохая. Ребят, большая, кстати, фасачка. А, не, небольшая. Ну, какая-то борзая. Какая-то борзая. Рыбешка. Ну, около того, да. Ну, приятная рыба. При том, что мы только коллекционируем подлевки, это вторая рыба. За второй день рыбалки всего лишь. Это к вопросу того, что приехали, все умеют спортсмены там, и там просто хорошие рыбаки. Фигушка, ребят, если она не клюет, вот коллекционируем поклевки, и вот, наконец-то, хоть что-то более или менее приемлемое клювы. И не факт, что это не последнее. То есть, нет гарантии, что это не последнее. Ну, приятная рыба уже нормальная. Размер 4 примерно. Максимальная переоблеченка. Глубина 7-8 метров 12 грамм. И 6,5 дюймов там, видать, яркий. Потому что пасмурно, вода чистая, прозрачная. Поставил поярче. Ну, вот и результат. Домой. До новых встреч. Вода холодная, просто руки плачет не хочу, она уйдет сейчас. Ну, хоть чего-то. Атаки сами по себе, как бы, ну, вообще не показали того, что она хочет приманку сожрать. Ну, да, впечатление было такое, что она просто отгоняла. Да, отгоняла. Ну, не конкурента, скорее, хотя размер приманок у нас был хороший. А, скорее всего, просто отпугивала рыбу ту, которая тревожила ее, обеспокоила, грубо говоря. Керва, а? Опять поводок. Вот как так рыбачить? Вот, уже нервов никаких не хватает. Она в поводок бьет. Она все время мажет, блин. Она просто издевается на дно. Опа! Сошла. Ну, так не бывает. Ну, не бывает так. Реализации поклевок, хороших, уверенных поклевок, менее 10%. Это при том, что мы умеем потекать. Мы умеем... Видите, да? Все видели? Вот она, стащенная резинка. Сейчас мы зубки найдем. Вот они, зубки. Вот, раз, он порезал. Прямо аккуратно около крючка. Вот. Так, на хвосте ничего нету. Ну, и поводок. Ну, вот. Все ясно. Это, кстати, к вопросу О. Очень многие в моей практике как бы говорят вот там просекаемость удилища и прочее, прочее. Поверьте, мы знаем, какими палками здесь ловить. Я ловил на предсерийной Канда. Кстати, о оснастях. Это 792-я модель. MHH с тестом 1252. То есть там не просечь, но, мягко говоря, проблематично. Саша, у меня тоже палка Экспериенс от 12 до 45. Шнур 2,5 и тын 4-тысячный. Ну, это то же самое. Ну да, мощная снасть. И подсечки были все такие прям злые. Не просекается просто. Она мажет. Она просто мажет. Чаще всего в поводок. Иногда за хвост. Но это редко. В основном все-таки она мажет в поводок. Сейчас была поклевка. Прям еле-еле почувствовал. Но уверенная. То есть ни коряга, ни чё. Достаю вот поводок. Вроде бы и не совсем в поросячий хвостик. Но видно, что была атака. Сдернуло с клея поролонку. И, по всей видимости, или телом, или как-то погнуло поводок. По размеру приманок сразу давай скажем, чтобы понимать. Я ловил на Таби-Даде, на Арсене Таби-Даде 6,5 дюймов. И потом перешел на 5,5, когда появился вопрос помыть судака. Я ловил на поролон Левша-НН 22 сантиметра и 18 сантиметров. То есть мы не мельчили. Мы работали именно в крупную рыбу. Для того, чтобы... Ну, сейчас время условно трофейное. А она в киявках вся. Киявках, да. Вот так вот. Ну, покоцанная обкорягивать уж леску была. Да, тут что-то прям щиренок. Здесь таких едят. Да, здесь таких едят. Поставил вместо 22-сантиметровой поролонки 18-ю. Было две поклевки. Погрызло, но вяленько. Поставил не из-за того, что на эту лучше клюет, а из-за того, что ее забросить проще. Она более вытянутая, меньше парусит. Кидаем, работаем против ветра. Поэтому приходится вот чем-то жертвовать. Судака, да, мы поймали пару судаков. Честно говоря, абсолютно нежданных. Потому что судака мы как-то неизначально нашли на 4 метра глубины. На щучьих точках. Классические, типичные щучьи точки. Судак. Причем там, где обычно такая околотрофейная щука или трофейная, там вы поймали судаков. Вот если бы там трофейка стояла хоть как-то активная, то этих судаков мы бы там не увидели в принципе. Ну да, их там просто едят. Потому что судак там в 2 с копейками килограмм для нормальной щуки это корм. Это обычный нормальный корм. Вообще не пойму, что такое. Да не, рыба. Да просто без поклёвки, без ничего, просто повисло. Чёп, нет? Да не, не, маленький чё. Судак, что ли, опять? Ничего не понимаю. Или так коряк какать? Нет, вроде рыбы дёргался. Теперь идём судак пахнуть. Держи, Ну точно. Ёк, боже. Хороший судачок. Ну вот он уже хороший судачок. Тот был меч. Мечуны, смотри-ка. Да-да-да. У меня чуны. Знаешь, там, я думаю, что 2 с полотома прям смело. А, смеляка. Понятно. Документы, тут смеляка. Значит, здесь и надо. Значит, здесь и надо сейчас ползать. На самом деле, всё просто. Я всё-таки дал слабину, поменял 6,5 на 5,5. Тут же вторая проводка и вот уже нормальный зачётный судачок. 5,5 дюймов приманка. Та беда, таби-даде, потому что здесь течения нету сильного. Вот вам весь прикол. Осень. Поздняя осень. Самый конец октября. По идее, судак должен быть на глубине, да? Он на глубине целых 4 метра. Лопит. Хороший судачок. Вот это вот прям приятно. Ать! Ушёл. Вот поезд, да? А происходит последний день рыбалки. Здесь. И завтра мы уже выдвигаемся на другую рыбу. Там завершение хорошее, потому что уже вечер, уже 4 часа. Сейчас чуть-чуть и будет уже совсем темно. Что по рыбалке в целом? В первый день мы здесь были на самом деле три дня. Первый день рыбалкой можно особо не считать. Приехали поздно, просто выскочили, получили несколько поклёвок. Как бы уже озадачились, что поклёвок много, рыбы вообще нет. вылокнули, типа, знаем, нашли, поймаем ещё. Так вот, во два боевых дня, когда мы с утра до вечера нормально ловили, чётко понимаем, где и чего, всё было ещё гораздо хуже. Сейчас по погоде всё очень просто. Снег, снег внезапно выпал вчера, резкое похолодание, то есть, если был какой-то плюс, то сейчас уже так уверенный минус на улице, ветер, ветер, вчера был 13 порывы, а вы знаете, что порывы на природе, на воде, это почти фоновые будет, почти всегда. Вот, сегодня был 10, в общем, хорошего мало. И, немножко не характерно для времени, вся рыба выше 5 метров. Обычная глубокая осень, всё-таки рыба вот от 4 и ниже, до 7, до 8. У нас на 7-8 метрах поклёвок и поимок практически не было. Хотя пытались, смотрели. Пытались, всё смотрели и глубже, и на этой глубине, но основная вся рыба клевала на условном мелководье для чебоксарки, это там от 3 до 5 метров. И ещё очень важный нюанс, один, вся более или менее рыба и поклёвки, и поимки, это свалы. В это время обычно очень часто работают канавы, плато, там 5-4 метровый закоряженный, там 6-ти метровый закоряженный плато. Ничего там не клюет. Всё, что мы поимили поклёвки и поймали рыбу, это именно свал, вверх свала. Перепад глубины. То есть с одной стороны это глубина 4 метра, там 5 метров максимум, с другой стороны этот свал уходящий на 8, 10, 12, там в зависимости от места, где мы ловили. Но тем не менее наверху свала по классике. Но если тут такие активные, поймаем ли мы здесь что-нибудь крупнее, что-то сомнение какое-то есть. Вот как эти поклёвки холостые реализовать? Очень просто. Обычно ставится ассист, то есть это тройник, либо сверху, либо снизу, и он помогает. Но беда вся в том, что так как это чебоксарство хранилище, вся рыбалка в диком коряжнике, ассист стоит бесполезно. Это будет приманка одной проводки, потом ты её просто оторвёшь. Вот, поэтому мы вынуждены были ловить, я в данном случае ловил на всет, у Сашки там двойники, все тоже спрятаны прилично. Вот, возможно, это повлияло на результативность. Но тут как бы пляшем от условий, даже простую джиг-головку там, где мы ловили, просто не проведёшь. Ну, проведёшь, может быть, метро два, три, четыре, первый. А что, в газ, Сань, вставь. А, нет, за веноку. Просто как-то странно. Залёвка? За венка, да. Да, ну, нормально, я не ловил. Узачок, да. Жизнь налаживается. Жаль, что в последний вечер перед отъездом из светлого дня нам осталось примерно минут 20. Трёшечка. Классика, прям вуз. Похоже, это последняя рыба. Это чипоксарки. Будем надеяться, что не последняя вообще в жизни. А ждали судака, а? А тут раз, и жабка. Вот, смотрите. У нас все эти два дня огромное количество холостых поклёвок. Ну, вот что-то щёлкает ей в какой-то момент. И она начинает брать нормально. Вот щёлкнула, как бы, классическая поклёвка, всё, всё как положено. Закрытие состоялось в любом случае. Рыбу мы поймали. Закрытие на чебоксарке. На чебоксарке, конечно. Вот, рыбу мы поймали на чебоксарке. Наверное, больше сюда мы не приедем в этом году. Выжили ситуацию, максимум же смогли. Перепортили себе все нервы. С нервами, да. С нервами было бы. Вам этого не желаем. Желаем вам хороших рыбалок, успешных, трофейных. Нас ждут впереди ещё другая акватория. Теперь мы с вами прощаемся. До свидания, ребята. Всё. До новых встреч. Смотрите, потискайте, если интересно. Всё. Всего доброго. Всем пока. Пока. До встречи на воде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова